Добрый день, друзья! Нашли вчера гусеницу-траурницы. Я их еще никогда не выводила. Она относится к нимфолидам. И чем-то, смотрите, она похожа на гусеницу павлиниевого глаза. У нее тоже есть эти шипы по сторонам. Тоже в виде такого забора. А сама гусеница черная. Но у нее присутствует рисунок из красных пятен по спинке сверху. Шипики тоже черные. Еще по всему телу у нее есть такие коротенькие белые волоски. И смотрите, какого цвета у нее лапки. Они прям такие красно-оранжевые, яркие-яркие. Правда, такие яркие у нее только брюшные пары ног, а грудные у нее черные. Питалась она сидела на Иве. В принципе, ее же она и сейчас кушает. Думаю, уже скоро будет куколка, а из нее уже и бабочка. Будем наблюдать с вами дальше. Продолжение следует... Пришло со съемки два дня. И смотрите, мне кажется, что гусеница траурницы решила окукливаться. Здесь на камеру не видно, но если рассмотреть поближе, у нее уже есть паутинка, за которой она прикрепилась. И, как видите, она в таком подвешенном уже состоянии. Так что будем ждать куколку. Добрый день, друзья. Нашли с дочкой еще двух траурниц в лесу. Вот. И они уже, соответственно, вчера мы их нашли. И сегодня они уже подвесились окукливаться. Еще есть у нас одна уже куколка-траурница, которая до этого была, я вам ее показывала. Можем ее сейчас рассмотреть более детально. Ну, а вот, собственно, и куколка у траурницы. Она довольно-таки крупная. Я думаю, может быть, сейчас даже сделать сравнение куколок. А у меня есть сейчас куколка у траурницы. Есть куколка у глагринцы из белая. Есть куколки павлиньего глаза. И, в принципе, по-моему, у меня еще где-то осталась шелуха от крапивниц. Думаю, довольно-таки интересное сравнение будет. Вот. И сюда как раз его вставим. Ну, а пока рассмотрю ее поближе, данную куколку. Она чем-то похожа на куколку павлиньего глаза, да? Тоже здесь у нее идут как шипики. Здесь видно, где у нее зачатки крыльев. Так. Вот так вот она выглядит. Аккуратненько ее переверну, чтобы не сломать. Будет грустно. О, там как раз угол крыльев, видите, куколку. Рядышком окукливались. Она сливается почти с моим полностью. Я была без очков, мне кажется, я бы ее особо не заметила. Так, вот здесь вот у нее зачатки идут лапок. Здесь хоботок будет тоже, глазки вот здесь. Вот. Но куколки уже это несколько дней. Дня три точно, поэтому, по-моему, если мне память не изменяет, она уже немножко изменила цвет. Процесс все-таки идет. Поэтому приложу, скорее всего, вам еще позже уже, может быть, не в этом видео, куколки Траурниц, какие они будут почти сразу после окукливания. Так, уже совсем будет сравнение. Ну, а пока просто я сейчас сделала близкую съемку. Сейчас ее вам сюда прикреплю. И сразу же комментарии по ней, потому что, к сожалению, почему-то с телефона у меня голос не слышно на видео. Поэтому сделаю сейчас, чтобы не накладывать потом. Представляете, вот эти шипики, которые у нее есть на брюшке, они оказываются двухцветные. Они сверху красные, а ближе к основанию уже черненькие сами эти иголочки. И еще обратите внимание, при близкой съемке, сейчас покажу, вот здесь вот есть самые краешки. Здесь на близкой съемке видно, что там как будто у нее глаз, ну, не сам глаз ее, а окрас глаза. Получается такая маскировка у нее как отпугивающая, которая подразумевает, что здесь, наверное, глаза у нее с двух сторон, это как ушки. Вот. Здесь такие шипики, и здесь как будто нос. Устрашающее зрелище, наверное, для кого-то. Вот такая интересная у нее куколка. И сама она мне напомнила какой-то камень, как будто у нее такие разводы красивые, рисунок у самой куколки. Вот так вот близко съемка тоже бывает в плюс.